В Персидском заливе опять запахло порохом. В Персидском заливе опять запахло порохом. Геополитическая конфронтация на Ближнем Востоке чревата новым вооруженным конфликтам. Напряжение в Иран и американских отношениях нарастает, и это не может не вызывать серьезную тревогу. В минувшее воскресенье хозяин Белого дома в очередной раз жестко высказался в отношении Ирана. Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. «Никогда больше не угрожайте США», — написал Дональд Трамп в своем Твиттер. Чем вызвано обострение ситуации в районе Персидского залива и к чему оно может привести? Этот круг вопросов стал темой беседы со старшим научным сотрудником Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока профессором Владимиром Сажиным. Владимир Игоревич, нельзя не видеть, что американо-иранские отношения развиваются в конфронтационном русле. Действительно, ситуация складывается очень серьезная. Ее нынешнее обострение началось в мае 2018 года, когда американский президент Дональд Трамп вывел США из совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД, и ввел жесткие односторонние санкции против Ирана. Ныне это оборачивается непредсказуемыми последствиями, чреватыми в перспективе Ближневосточной катастрофой. Усиливающиеся разочарования Тегерана в возможностях Евросоюза реально противостоять американскому давлению на Исламскую республику стало причиной ограничения иранского участия в ядерной сделке. Как известно, иранское руководство предъявило европейским участникам сделки ультиматум, в течение 60 дней они должны принять меры для сохранения СВПД, а также защиты экономических интересов иранно-банковская сфера, экспорт нефти. Но европейская тройка посредников ООН Великобритания, Германия и Франция отвергла этот ультиматум Ирана, хотя и усудила санкции в США. 15 мая стало известно, что Иран приостанавливает выполнение части своих обязательств в рамках СВПД. По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана, Тегеран намерен возобновить работы по обогащению урана и остановить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке. Такие шаги страна предпримет, если участниками сделки не будут выполнены требования соглашения за 60 дней. Наша справка. 14 июля 2015 года в Вене был согласован итоговый совместный всеобъемлюющий план действий по иранской ядерной программе. Иран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 килограммов обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейная эмбарго, введенная Совбезом ООН, будет сохранена в течение 5 лет. Запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет в течение 8 лет, эксперты МАГАТЭ будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет. С помощью реактора на тяжелой воде можно вырабатывать из отработанного ядерного топлива оружейный плутоний. Гипотетически да, но пока этот шаг Тегеран не сделал, понимая, как на это отреагируют США, Саудовская Аравия и особенно Израиль. Вместе с тем 20 мая стало известно, что Иран увеличивает объем производства низкообогащенного урана, 3,67%. Ред, в 4 раза. При этом следует учитывать, что сейчас идет информационное противоборство, война нервов, и далеко не все заявления обеих сторон следует принимать за чистую монету. Так или иначе, авианосная ударная группа ВМС во главе с авианосцем Авраам Линкольн сейчас находится у берегов Ирана. Но, конечно, 4 эскадрильи F.A.18 на его борту это слишком мало для войны с Исламской Республикой. Две-три сотни крылатых ракет на борту сопровождающих авианосец кораблей, включая одну-две атомные подлодки, принципиально картины тоже не меняют. Как и четвертка P.52H, взлетающих на патрулирование района Персидского залива с авиабазой Элидейд в Катаре. Пока Америка лишь пугает, и в Тегеране это понимают. Не случайно командующий корпусом Стражи Исламской Революции генерал Хасейн Саламина прошлой неделе заявил, «У нас полномасштабная разведывательная война с США и другими врагами Исламской Республики. В ней сочетаются элементы психологической войны, кибервойны, военных действий, дипломатии, страха и угроз. Вашингтон стремится свести иранский экспорт нефти на нет. Это еще больнее ударит по иранской экономике». А какова внутриполитическая обстановка в Иране, как сказываются на ней волны экономических санкций? Ситуация непростая. На нее влияют как санкции, так и определенные внутренние проблемы. Надо сказать, что второй человек в государстве, президент Республики Хасан Раухани, по иранским меркам политик реформаторского толка, и он собрал команду людей, придерживающихся схожих с ним взглядов. На другом политическом полисе круги, чье мировоззрение базируется на жестких принципах, выработанных еще в бытности Айтолы Хамейне, это закрытость Ирана, антизападничество, закручивание гаек внутри страны. Что же касается санкций, то из-за них пришлось резко сократить добычу нефти. Практически в два раза. Если в 2017 году добывали 3,8 миллиона баррелей нефти в день, в год порядка 190 миллионов тонн, то сегодня около 2 миллионов, а экспорт составляет не более 1 миллиона баррелей. По американским посчетам, в результате санкций Иран в 2018 году потерял примерно 10 миллиардов долларов. В социальном плане это появилось в росте цен на потребительские товары, увеличение безработицы в связи с закрытием ряда предприятий. 22 апреля президент США объявил, что не будет продлевать те послабления, которые он предоставил восьми странам в торговле с Ираном. Судя по всему, Вашингтон стремится свести иранский экспорт нефти на нет. Это еще больнее ударит по иранской экономике. А что вы скажете об отношениях Ирана со странами региона, с той же Саудовской Аравией? Когда мы оцениваем отношения между Тегераном и Эр-Риадом, надо понимать, что королевство это суннитская страна, а исламская республика шиитская. Поэтому наличиствуют религиозные противоречия. Что касается сферы политической, то идет борьба за главенство в регионе. В Саудовской Аравии не нравится активность Ирана на Ближнем Востоке в Емени, Сирии, Ираке, Ливане, Бахрейне в тех арабских странах, где есть шиитские общины, которые в той или иной степени живут и действуют с оглядкой на Тегеран. Масла в огонь добавили инциденты на прошлой неделе. Вы имеете в виду происшествия с Саудовским экспортным нефтепроводом? Началось несколькими днями ранее. 12 мая в исключительно морской зоне Объединенных Арабских Эмиратов вблизи входа в Армузский пролив были атакованы четыре танкера, два из них принадлежали Саудитам, один ОАЭ. Правда, не было ни разливов нефти, ни человеческих жертв. Ни одна страна или вооруженная группировка не взяла на себя ответственность, а министр иностранных дел Ирана выразил уверенность, что диверсии против судов провокация, призванная спровоцировать столкновение США и Ирану. Но в Эр-Рияде восприняли это происшествие болезненно, заподозрив все же иранский след. Спустя два дня, 14 мая, магистральный нефтепровод «Восток-Запад», принадлежащий национальной компании «Сауди Арамко», был атакован беспилотниками еминского шиитского движения «Аньсарала». «Арамко» была вынуждена временно остановить прокачку нефти. 16 мая заместитель министра обороны Саудовской Аравии Халид бен Сальман, младший брат кран-принца, обвинил Тегеран в организации диверсии. Король Саудовской Аравии срочно направил приглашение на экстренную встречу лидерам арабских стран. Она должна состояться 30 мая в Мекке. ОАЭ поддержали инициативу Эр-Рияда. Монархи Аравийского полуострова заговорили о том, что приветствовали бы расширение американского военного присутствия в регионе. По сообщению общеарабской газеты Ашшар Каляусад, страны Персидского залива уже разрешили США разместить войска на их территории, а корабли в их территориальных водах. Иран – одно из наиболее жестко настроенных в отношении Израиля государств региона. Сейчас как-то подзабылось, что во времена Шаха Израиль был союзником Ирана в регионе в плане противостояния арабскому миру. С победой исламской революции ситуация радикально изменилась. В Иране считают, что для решения ближневосточного вопроса необходимо, чтобы все палестинцы, изгнанные с прежних мест своего обитания, вернулись на свои земли, а это порядка 6-7 миллионов человек. После этого предлагается провести всеобщие выборы, на основе которых создать иудейско-мусульманское государство. Сами понимаете, что никто на это не пойдет, поскольку это фактически означает уничтожение еврейской государственности. В этом десятилетии у Ирана появились новые геополитические возможности. Вы, как я понимаю, имеете в виду так называемую шиитскую дугу, о которой сейчас много говорят западные и израильские политологи. По их мнению, она может пролегать из Ирана через Ирак, где до 60% населения считают себя шиитом, и Сирию до Ливана, то есть Средиземного моря. Надо понимать, что ничто не вечно под луной. Арабская весна ускорила подвижки в уме, исламском сообществе. В той же Сирии после краха режима и свержения Саддама Хусейна осели сотни тысяч выходцев из соседнего Ирака, в том числе на плодородных берегах Ефрата в провинциях Рака, Дер-Эс-Зор. В Ливане шииты ныне являются самой многочисленной мусульманской общиной страны, она составляет около 40% населения. Американцы считают байонизированное движение ливанских шиитов в Хизбаллу террористической организацией, но в самом Ливане это авторитетная политическая партия, представленная в парламенте. Ее боевые отряды, что не секрет, сыграли важную роль в разгроме формирования ИГИЛ в Сирии. Возвращаясь к США, чем объяснить такое неприятие Ирана нынешней республиканской администрацией? При бараке Обаме казалось, что сторонам удалось найти точки соприкосновения. На мой взгляд, можно согласиться с теми экспертами, которые отмечают, что Дональд Трамп стал 45-м президентом США не только на волне недовольства глубинной, трудовой Америки и экономической политикой администрации Обамы, его глобалистскими проектами. Кандидат от республиканцев стал победителем и благодаря поддержке военно-промышленного комплекса, некоторых крупных финансовых группировок, ряда ведущих игроков американского политического закулисия, заинтересованных в радикальном решении иранской проблемы. Теперь приходит время расплачиваться по счетам выполнять взятые политические обязательства. Так военные столкновения в Персидском заливе неизбежны. Иран — это не Ливия и не Ирак. Это, возможно, может не понимать советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, не знающий, что такое реальные боевые действия. Но это хорошо осознают американские военные в Объединенном комитете начальников штабов у каждого за плечами реальное участие в нескольких военных кампаниях. Слово базирование — несколькими десятками быстроходных ракетных катеров, не менее чем 20 мини-подлодками для действия на мелководье Персидского залива. Так что командующий ВВС корпуса Стражи Исламской революции бригадный генерал Амира Али Хаджизади имел основание недавно заявить, авианосец, на борту которого 40-50 боевых самолетов и около 6 тысяч военнослужащих, в прошлом представлял для нас серьезную угрозу. Теперь он стал мишенью, а угроза превратилась в возможность. Сделают что-то не то, получат по голове. Иранские военные, безусловно, с американской авианосной ударной группой не справятся, однако им вполне под силу прервать судоходство в узком Армузском проливе, соединяющем Персидский залив с Аманским заливом. Через этот пролив, поясню, проходит около 40% глобального экспорта нефти по морю и свыше более 90% нефти, добываемой в странах Персидского залива. И в завершении нашего разговора процитирую французскую газету «Монт». На днях она заметила, считающий себя королем переговоров, Трамп слишком высоко поднял ставки. Возможно, такие методы работают на рынке недвижимости в Нью-Йорке, но не в политике, где лучше никому не терять лицо будь то иранцы, северокорейцы или китайцы. Александр Фролов, красная звезда. Подчеркивание. Террористическая организация, запрещенная в РФ.